Здравствуйте, ребят! Меня зовут Аня, если вы ещё не забыли. В общем, сегодняшняя тема разговора это как же люди меняются в колледже и как же вообще колледж влияет на них. И, в общем, я буду сравнивать начало года учения в колледже и конец. Кто ещё не знает, я закончила уже первый курс колледжа. Учусь я в автомобильно-дорожном колледже Одессы по ДК ОНПУ. Пунктик, о котором я хочу с вами поговорить, это желание учиться. Ребят, начало года. Было реально много вдохновения, много желаний. До 12 вот это вот всё читать, учить. Что насчёт конца года? Где-то уже, когда начинается второй семестр, реально уже нету желания учиться. И не спасает даже тот факт, что ты приходишь в колледж с новыми силами. Конечно же, поговорим о свободном времени, которого в начале года нету. Это связано с тем, что вы приходите, не знаю я, конечно, на сколько вы загружены, там, музыкалка, танцы, рисование и так далее, но лично у меня, я прихожу домой где-то в 9 вечера, в 8-9 вечера, и у меня как бы сразу наваливается, всё надо всё успеть сделать, и, соответственно, вот с каждым разом я всё учаю, всё дольше и дольше сижу за уроками, сижу за парами. Соответственно, в начале года свободного времени не было, потому что в начале года всегда есть желание учиться. Это поэтому я как бы поставила эти два пункта рядышком, потому что они взаимосвязаны. Когда у нас уже началась вторая сессия, и после неё пары стали намного легче, и мы практически ничего не учили. Соответственно, свободного времени, понимаете, было больше. Этот пункт, второй пункт моего видео, связан с моим третьим пунктом, домашка. Домашние задания, как известно, везде, даже в школе, в колледже, не знаю насчёт института, и пока что мне это не особо интересно. Домашние задания в начале года задают, конечно же, много. Но в конце года, когда начинаются контрольные экзамены, когда подводится итог всего учебного года, домашки задают меньше, и меньше пары, и больше времени. А вот что начнёт сложности домашних заданий и вообще самих предметов, чтобы вы знали, наш колледж, первый курс, это ученики, которые выпустились с девятого класса и перешли в колледж. В колледже первый курс заключается в том, что вы должны пройти за один год, внимание, два года учёбы, учёбы в школе. Соответственно, сжимается весь материал, сокращается. Чуть ли не на каждой паре у вас появляется новая тема. Весь этот материал, всё, что вы прошли, и вы всё это должны запомнить, чтобы потом, конечно же, это написать в контрольной, или ещё лучше, в экзамене. Что насчёт желания ходить в колледж? Я не могу сказать, что в начале года есть какое-то особое желание ходить в колледж, посещать его вообще. И также я не могу сказать про конец года. Тоже особого желания посещать колледж нет. Честно, без понятия, с чем это связано, и как бы у каждого уже своё мнение по этому поводу, поэтому я считаю, что тут говорить больше не надо ничего. Ну, а теперь, конечно, пообсуждаем меня. Поговорим о моём характере. В начале года я была такой тихоней, никого не хотела трогать, в принципе, как это было в школе. Но как-то так получилось, что за примерно неделю у нас собралась такая компания. И эта компания стала как бы главной компанией нашей группы. Первые месяца у нас там было всё хорошо, мы праздновали день студента вместе, первый месяц, когда тебе пришла первая стипендия, конечно, это надо было всё отпраздновать. Но потом, со временем, компания начала меняться, люди уходили, люди приходили. Некоторые оставались. Это, конечно, тоже связано с тем, что люди меняются, становятся немножечко другими, на них влияют какие-то другие люди. И, соответственно, через какое-то время, когда человек поменялся, и в компании его уже не воспринимают, его как-то сортируют подальше, подальше, вот туда, вот туда. Думаю, что больше мне говорить нечем, потому что всё, в принципе, такое важное я вам рассказала. Напишите мне в комментариях, что вы бы хотели ещё услышать по поводу колледжа. Я могу даже рассказать про свой колледж, именно просто говорить про свой колледж безустанно. Могу вам порассказать там про общение, про новые знакомства, про какие-то мероприятия, как мы там празднуем, как мы собираемся все вместе, компаниями и так далее. Пишите мне в комментариях всё, что вы хотите узнать по поводу колледжа, все эти темы, экзамены и так далее. Я это расскажу уже в другом видео, чтобы вас сильно долго не задерживать. На этом всё. С вами была я, Анна Вэль. Подписывайтесь на мой обычный профиль в Инстаграме, подписывайтесь на мой музыкальный Инстаграм, где я пою. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok